Дмитрий Пономарёв 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 Поймали, в мешок посадили, передали. Я надеюсь, они там договорятся дальше. Понятно. То есть это какой-то вариант, связанный с бешенством? Нет, там что-то не поделили они между собой. Да, работа, конечно, для нас этот вид работы не свойственен, но зная отношение жителей города к животным, просто если будет отказ, то будет негативный резонанс в сторону службы. Поэтому занимаемся этим видом деятельности. То есть в любом случае, если происходит такая ситуация, ну давайте еще раз, наверное, для зрителей упомянем, если вдруг происходит проблема, связанная с домашним животным. Домашнее животное не может спуститься с высоты, или наоборот, как вы говорите, происходит какой-то конфликт между хозяйкой, либо хозяином и домашним животным, то есть, наверное, все-таки смысл звонить не в полицию, а именно в городскую службу спасения. Я вас понял. Как сегодня сформирован штат городской службы? И тоже достаточно важный вопрос, чем укомплектована служба? Какое есть оборудование, транспорт, какими техническими именно силами располагает служба? Значит, в настоящий момент в составе службы 377 работников, из них на должностях спасатель, спасатель пожарный находится 268 человек. Согласно штатного расписания, в состав службы входит управление, оперативный отдел, отдел обеспечения деятельности, это инженерный отдел, бухгалтерия, отдел транспортного обеспечения, три аварийно-спасательных отряда и пять спасательно-пожарных отрядов. Значит, на вооружении подразделений службы в настоящий момент имеется 60 единиц техники различного значения, из них 7 аварийно-спасательных автомобилей, которые укомплектованы аварийно-спасательным инструментом, 15 пожарных автомобилей, 18 автомобилей различного инженерного назначения, 15 оперативно-разъездных автомобилей, автобус и 15 единиц плав-средств. Это все на вооружении подразделений службы. То есть это, по сути, есть в городе где-то свой, скажем так, автопарк, и это все хранится? Нет, это все хранится в подразделениях, в каждом отряде приписана этому подразделению техника. А вот если брать какие-то прошлые ситуации, связанные с вызовом сотрудников городской службы, самое оперативное реагирование, какое примерно было, ну вот по времени, в течение одной-пяти минут? Смотрите, есть у пожарных установлен норматив отправки на работу, это до одной минуты. То есть до одной минуты они должны выехать из депо. Автомобиль должен покинуть депо и направиться к месту проведения работы. А я имею в виду, если не с момент подготовки самих сотрудников, понятно, что они уже сидят заряжены? Нет, ничего подобного. Они могут где-то принимать пищу, отдыхать, занятия, прозвучал сигнал тревоги, гонг, все. За одну минуту они сожрались? До одной минуты они должны надеть боевую одежду пожарного, сесть в машину и выехать на пожар. А я имею в виду, вот это вот время промежуток, вот моменты, когда выехала команда, до того момента, как она приступила уже к ликвидации каких-то последствий. Сколько примерно? Вот самое минимальное, сколько проходило? Ну, я же говорю, у нас 8 отрядов по всему городу расположено. В зависимости от того, где произошел несчастный случай, соответственно, и тут дорога. Наши все автотранспортные средства оборудованы спецсигналом, и поэтому нас пропускают. Если экстренный случай, включается сигнал, включается сирена, и оперативная доставка к месту. Ну, понятно, то есть и пропускают на дорогах, и тогда, я вас понял. Какими качествами физическими и моральными, волевыми вообще должен обладать человек, который работает в городской службе спасения? Ну, естественно, требования к работе спасателя определяют определенные качества, к их морально-психической подготовке. Ну, я думаю, что одним из основных – это все-таки эмоционально-волевая стойпчивость, высокий уровень самоконтроля, способность быстро адаптироваться в ситуациях, сопряженных с личным риском, способность быстро принимать решения в таких ситуациях. Все-таки ведение аварийно-спасательных работ, оно уже подразумевает наличие фактора, угрозы жизни и здоровью, выполняющей мы эти работы. То есть, соответственно, и требования высокие к этому. А то, что людям приходится, наверняка, поскольку служба достаточно давно существует, и наверняка бывали самые разные, самые жесткие ситуации, в которых оказывались именно сами сотрудники службы, то есть приходилось видеть и страдания людей, и боль, и, возможно, смерти, да, на глазах происходили сотрудников. Это людей не отпугивает от этой деятельности? То есть это уже настолько закаленные, что их уже не удивить, не испугать, и не изменить их мнение ничем? Нет, ну, конечно, на первом. Изначально это пугает, но потом привыкаешь ко всему этому, уже это часть твоей работы, от этого никуда не деться. Холодный рассудок, холодный разум. Конечно, конечно. И просто исполняешь свои обязанности. Да, точно. А вообще учат где-то на спасателей? Конечно. Это люди, которые приходят уже именно с образованием, уже подготовленные хотя бы как-то? Если к нам приходят такие, то, конечно, предпочтение отдается таким же людям с опытом работы, либо с образованием. Но, да, существует программа подготовки спасателей, утвержденные, первоначальная подготовка спасателей, учат в учебных центрах. Ну, конечно, основное обучение – это в подразделениях. Опыт – это самое главное. А насколько лучше, например, ну, так скажем, проходить обучение на практике, будучи уже спасателем, да, и работая уже в какой-то конкретной ситуации, где требуется помощь спасателя? Или же проходить все то же самое, ну, по сценарию, например, на каком-то обучающем мероприятии? Все-таки что дает лучший эффект? Ну, лучше все-таки параллельно и тем, и тем, все-таки, ну, с разницей, что где-то процентов 40, я думаю, это теоретическая должна быть подготовка. Это учебные тренажеры, это просмотры учебных фильмов специальных, учебно-методическая литература, и процентов 60 – это уже работа, что называется, в поле непосредственно. Ну, я так понимаю, вот вы говорите, что одно из качеств людей, которые работают в городской службе спасения, это умение быстро принимать решения в самых нестандартных ситуациях. Быстро принимать правильные решения. Правильные решения, да, очень хорошее уточнение. Но наверняка же есть еще какой-то, знаете, вот этот промежуток дороги, да, когда человек уже фактически там на 80% сформировал свой список действий дальнейших, как он будет действовать, когда он попадет на непосредственно место вызова, да? То есть есть такое? Или же человек полностью там как белый лист, вот он приезжает, он оценивает ситуацию, только потом какой-то разрабатывает сценарий своих действий? Нет, ну, естественно, все это уже отработано, уже опыт-то наработан, и поэтому люди спокойно выезжают и отрабатывают как надо, как полагается. Да, понятно, когда молодой спасатель, когда для него это впервые, определенное волнение есть, конечно, он может теряться, но рядом старшие товарищи не дадут. Самый юный человек, который пришел к вам в службу? Ну, допустим, да. А, самый юный? Да. Ну, 20 лет. 20 лет. И человеку фактически приходится, ну, иной раз в жесткие условия попадать? Приходится, да. Ну, конечно, его никто не будет стараться вставить в эти условия, все-таки он всегда будет под присмотром. На стажировке это все обкатывается, поэтому нормально. Потом он получается из него, если он есть определенная доля старания и усердия, то из него получится нормальный спасатель. Огромное количество вопросов еще есть к вам, но к ним вернемся после короткой рекламы. Реклама на нашем телеканале. Это программа «Действующие лица». Мы продолжаем общаться с начальником городской службы спасения. Александр Вячеславович, ну, самый, наверное, часто задаваемый вопрос и вам, и всем людям, которые работают в этой сфере. Что самое сложное все-таки в этой работе? Самое сложное? Моральное, физическое? Ну, самое сложное, наверное, самое неприятное – это видеть горе родственников погибших людей, особенно детей. Ну, я по своему опыту. Наверное, самое сложное. В этой работе. То есть не так сложны какие-то физические, связанные с физическим напряжением вещи, да? А именно вот это вот. Как справляются вообще с этим сотрудники, которые вынуждены просто по долгу службы своей видеть? У них, возможно, есть там какие-то психологические занятия, они как-то со специалистами работают тоже. Или же они просто настолько уже закалены временем и просто своими, обладая такими профессиональными качествами, что они могут это отпускать и переключаться, и дальше работать? Конечно, в рамках проведения профессиональной подготовки по предметам профессиональной программы обучения спасателей имеется предмет психологии, по которым эти аспекты изучаются, как вести себя, как снимать стресс. Ну и, конечно, больше все-таки это опыт. Ну, чем больше опыта, тем меньше это уже начинаешь воспринимать. Ну, я же говорю, как относишься к какому-то рабочему моменту. Я вас понял. Наверняка за столько лет деятельности службы и вашей профессиональной деятельности были такие случаи, были такие вызовы, которые запомнились до сих пор. Может быть, не обязательно с какой-то негативной точки зрения, а наоборот с позитивной. Если есть такие, было бы приятно послушать. Интересно. Да, есть такой эпизод. Я расскажу. Он такой нейтральный, бытовой, скажем так. Обратилась к нам скорая помощь. Это было в начале 2000-х годов. Я еще сам работал спасателем дежурной смене. 8 марта к нам обратилась скорая помощь с просьбой оказать им помощь в деблокировании. В общем, ребенок какую-то часть тела заблокировал непонятно чем. Мы не стали выяснять подробности, но сели и поехали. Уже на месте определимся. У нас такие работы бывают. Дети и пальцы, и руки, и даже голову суют, куда ни следует. Ну, просто там, например, между перилами или чем-то таким. Пытливый ум не дает рукам покоя. Да, понятно. По приезду выяснилось, что девочка лет 10-11 было. Она застегивала кофту на молнии. Не знаю, как она умудрилась. В общем, века правого глаза у нее оказалось зажато в замке молнии. Задача усложнялась еще тем, что находилась ее мама рядом, у которых на руках был грудничок, который тоже кричал, требовалось ее внимания. Но работа несложная. Бокорезом мы разобрали осторожно замок молнии. Века освободилась. Что особенно запомнилось в этом случае, это поведение самого ребенка. Вполне не то, что адекватно, она стойко и даже с чувством юмора оценивала эту ситуацию. И умудрялась еще и мать успокоить. И сама находила что-то смешное в этом поводе. В этом случае. Вот. Действительно. С одной стороны, так и смех, и грех, да, как говорят в такой ситуации. Как это, или она в кувырке застегивалась, или она, ну, вот верхняя века, века класса в замке, ну, молния крупная, хорошо была. Ну, как-то получилось. Очень необычная ситуация в любом случае. Даже такие вызовы, столь необычные, они наверняка требуют определенных профессиональных навыков, которые, как вы говорили, в первой части программы отрабатываются на специальных учениях. Что это за учения? Как часто они проходят? Весь ли личный состав на них приглашается? Или же там какие-то определенные группы сотрудников городской службы отрабатывают какие-то определенные вещи? Ну, вообще, вот что касается профессиональной подготовки, то она в службе идет по трем этапам. Первый этап – это занятия в составе дежурных смен по предметам профессиональной подготовки. Это медицинская подготовка, водная подготовка, тактика специальная, РХБЗ, связь и так далее. Второй вид подготовки – это подготовка в специализированных образовательных учреждениях по специальностям, судоводители, машинисты различных механизмов, которые на службе имеются, электробезопасность различных групп, повышение квалификации по различным направлениям. И вот как раз третий уровень подготовки – это участие в командно-штабных тактико-официальных учениях и тренировках. Учения обычно – крупные учения, в которых вся служба принимает участие, проводится 3-4 раза в год. Ну, и в зависимости от поставленных целей отрабатываются в основном вопросы организации взаимодействия между различными ведомствами по ликвидации последствий ЧС различного характера. Ну, в этом году в связи с известными событиями у нас было только одно учение. Ну, сами понимаете, что… Ну, так в среднем, я говорю, 3-4 крупных и до 50 – это которые мы сами проводим в составе отдельных подразделений своих. А бывает ли такое, поскольку, например, я знаю, что городская служба спасения всегда очень, скажем так, морально и физически готова к крупным мероприятиям, даже не обязательно мероприятиям городским, а вот, например, религиозным, типа как крещение, да, крещенские купания. То есть, предварительно перед проведением подобного рода событий, мероприятий, возможно, какие-то проходят тоже сборы, какие-то беседы, там тоже отработка каких-то навыков, там повторение, да, как мать учения или… Ну, конкретно, как к крещению, что ли? Да, 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 например. Ну, конечно, обычно, если это крещение, то отобранные места, где будет проводиться обряд это томовение, мы проводим водолазное обследование предварительно. Округа оборудовывает эти места, и мы несем на них дежурство в течение всего этого времени проведения мероприятий. Ну, пока есть скопление людей, там обязательно есть сотрудники. И из суши, сотрудники, мы устанавливаем пункты обогрева, уже не первый год, пункты обогрева, переодевалки отдельно, мужские, и женские. Я понял. Люди, которые работают в этой сфере, они так же, как и обыкновенные люди, ну, хотя, наверное, все-таки будет правильнее их назвать обыкновенными людьми с необыкновенными способностями, да, я позволю себе такую небольшую аналогию, эти люди наверняка точно так же имеют и семьи, там, жен, детей и так далее. Как им удается такой жесткий, порой, график совмещать с, надеюсь, счастливой семейной жизнью? Ну, во-первых, для спасателей установлен сменный график работы сутки через четверо. И я, как бы, не вижу сложности, чтобы как-то, какие могли бы быть, чтобы вести еще и счастливую семейную жизнь. А то и не одна, наверное. Да, 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 я вас понял. Но, а бывают ли такие ситуации, когда приходится срочно вызвать какого-то там особо ценного сотрудника? Конечно, бывают. Постоянно. Тем более сейчас, когда, не скажу, что модной болезнью, но бывает, что какой-то уникальный работник заболевает, приходится вызывать кого-то место на него. Ну, естественно, компенсируется все это. У нас, как бы, с этим строго. Для людей, которые работают в городской службе спасения, возможно ли движение по карьерной лестнице? Или же ты пришел спасателем и до тех пор, пока, что называется, на пенсию не выйдет? Ну, если говорить о нашей службе, то да, если у спасателя имеются какие-то лидерские качества, если достаточно опыта и профессионального мастерства, если он пользуется уважением у коллег и у высшестоящего руководства, если какие-то еще обстоятельства, например, появление вакансии руководящей должности в службе, то вполне возможно, что спасатель, он последовательно по служебной лестнице может и до замначальника службы, и до начальника службы дойти. То есть, как раз в вашей сфере вот это вот идет взращивание своих собственных кадров, да? Можно и так сказать, да. Это не привлечение там какого-то высшестоящего человека со стороны, а это тот человек, который мог, что называется, с самых скромных должностей дослужиться, да, со временем. Я вас понял. Есть ли те городские спасатели, кого в этом году отметили знаками отличия, возможно, какими-то другими наградами? Да, в этом году, значит, празднуем две значительные даты. Это 30 лет МЧС и 20 лет создания службы. У нас на этом случае мы подготовили более 100 памятных медалей, нагрудных знаков, которыми мы поощрим не только отличившихся работников, но и ветеранов службы, ветеранов МЧС, которые продолжают работать у нас. Я думаю, ну, это будет хорошее. Такое звание интересное, ветеран МЧС, ветеран службы. Я имею в виду ветеран, который он... Человек, который после официального выхода на заслуженный отдых продолжает все равно деятельность. Ну, у них, знаете, они не так поздно выходят на заслуженный отдых. У них есть еще и потенциал, у них есть опыт работы, накопленный в МЧС, и они успешно работают у нас. А это примерно какие возрастные рамки? Со сколькими? Ну, от 40 до 55. А остаются люди после такого возраста просто потому, что уже не могут без этой службы? Ну, им нравится. Они, во-первых, им могут принести что-то, научить. Молодых. Да, наставничество здесь тоже нужно иметь в виду. Ну, и, естественно, какой-то материальный все-таки достаток. Поэтому мы только приветствуем это. В связи с ростом города Краснодара, с ростом населения, наверняка есть какие-то планы по увеличению муниципальной городской службы спасения. Если они есть, то какие поделитесь? Перспективы. Да, есть перспективы. В службе выделены два земельных участка для целевого применения, для строительства пожарных депо. Это в станице Елизаветинская и в поселке Березовый. И в случае положительного решения по финансированию, то здесь разработка проектно-сметод документации, строительство пожарных депо в этих двух населенных пунктах и организация деятельности в них спасательно-пожарных отрядов, которые как раз будут прикрывать эти сельские районы города. Пожалуйста, поздравьте своих коллег, скажите им несколько теплых, добрых слов. Спасибо, коллеги, с профессиональным праздником, успехов, мира, счастья вам, вашим близким. И знаете, как правило, если мы встречаемся со своими коллегами по работе, я имею в виду кубанских спасателей, либо федеральных спасателей, то это случилась какая-то большая неприятность, либо какая-то ЧС крупная, либо авария, которая требует значительное привлечение сил и средств. Так вот, чтобы мы меньше встречались в таких условиях, а встречались все-таки в других, либо на концертах праздничных, либо на парадах, либо на каких-то совместных показательных мероприятиях, на учениях и так далее. Успехов, здоровья, силы стойкости всем тем людям, которые работают и делают такое важное для города Краснодара. Спасибо большое вам, спасибо за внимание. Это была программа «Действующие лица». До скорой встречи на главном городском. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова